И все, и вот уже благодаря, опять же, этой организации, потому что долгое время я, конечно, пробыла в организации. Меньше, конечно, умеру. Считаешь стихи свои? Какие? Какие формы? Ну, вот эти тупые все, больше у меня нет никаких стихов. Вот это дело относится к творению и все? Ну да, пока еще вот это, но еще пока не будет. Ну, это вот эти стихи, они не за один день, они не пришли. Это долгое время прошло, это не один день, это все приходило со временем, это не за раз все это. Сейчас на меня, вот, конечно, я, конечно, не буду хвалиться, у меня еще Бог такие, вот, мне дары дает, что некоторые вещи могу видеть наперед. Ну, про себя, что могу, вот, знаю, что будет происходить. И что ты режешь? Ну, например, у меня был такой один случай, вот, например, когда я иду по улице и сама по себе рассказываю, размышляю. Вот сейчас я зайду в центр, ну, то есть преображение, и, как бы, мне руководитель сразу скажет, там, сходу, там, ты не раздевайся, сильно не расслабляйся. Сейчас приедет милиция за вами, и вы с Юлей, с сестрой с Юлей поедете понятыми. То есть мы с милицией дружили, они к нам приезжали, брали нас понятыми на отдел, ну, отдел по наркомании, по борьбе с наркоманией. И, в общем, они приезжали, брали кого надо и возили. И я иду это себе, вот это себе все рассказываю. Сейчас я зайду, и мне все вот это будут говорить, именно с Юлей. И я захожу, и вот то, что я ушла, думала, оно вот это, на самом деле, все вот это пророчество, оно вот это сбылось. То есть я сама к себе шла и говорила, что вот я сейчас зайду, мне руководитель скажет, вот, что это, что это, сестра, ты проешь именно с Юлей. И точно самое произошло, то, что я зашла, и у меня сразу все вот это было, прямо сходу. Я даже не успела раздеться, раздеться. И потом еще, например, как вот преображение, есть там, ну, старшие сестры, старшие братья, да. И я вот одной сестре говорю, завтра, говорю, ну, будет водение в центре, то есть кто-то упадет. Она именно завтра? Я говорю, да, именно завтра. Она говорит, а почему именно завтра? Я говорю, ну, я тебе говорю, что именно завтра. Она говорит, а кто? Я говорю, ну, не знаю, ну, кто-то из молодых. Она, да, ну, я говорю, ну, посмотришь. И действительно, на следующий день я прихожу с братьями, я ходила на кладбище, то есть они укопали могилу, я им говорю, кушать, я вам прихожу с кладбища, и вот эта сама сестра, старшая, которая ей сказала, что будет падение, чье-то будет в центре падения, она училась со своей помощницей, они пошли в магазин, взяли бутылку вина и напились все. То есть я же ей вперед это все рассказала. Такое у меня еще бывает. И недавно тоже у меня такое свидетельство было, что это было в Сиферополе, когда я спала, то есть я не спала, лежала на полу, то есть сестра другая лежала, это было ночью же, размышляла, о Боге помышляла, как бы у меня было прославление, песни пела, ну, как бы у меня прославляла Бога, вот этот свет, который, ну, никогда не работал, вот эта лампочка, она никогда не работала, не зажигалась на потолке, то есть когда мы заехали в дом, она вообще была нерабочая. И вот я когда лежала, помышляла о Боге и раздумывала вот это все, и прямо резко, неожиданно сам по себе включился свет. Резко. Понимаете? Которая лампа вообще, я встала, посмотрела, сестра спит на диване, время было 10 минут второго, не слышите меня? Слушаю, слушаю, слушаю. Так, сам по себе включился свет, резко, зажегся свет. Ничего. Ну, я думаю, может быть, это мне какое-то было знамение слышать. Что ты, наверное, сюда попадешь? Да нет, ну, что-то вообще конкретно, вот, я думаю, что через какие-то... Прямо сам включился свет, который вообще не работал и никогда не зажигался. Понимаете? А лампочка там хоть была? Ну, была, конечно. Но она рабочая была или нет? Ну, вообще, вот этот выключатель, когда его чикали-тыкали, он вообще не включался никогда. То есть не работало вообще, ничего там, месяц, сколько мы там прожили, он ни разу не включался, не загорался. Хотя выключатель постоянно был включен. Ну, может, вот кто-то проверял, а потом раз, резко так вот чик. Ну, вот и все. Хорошо, не начало сказать. Пока что. Ну, я вот могу еще добавить, рассказать. Меняйтесь, не ставили. Не ставили. Даже ты не чувствуешь, что это вот болтается. Но, ну, не знаешь, что фея как болтаться. Хорошо, я поняла. Я хотела добавить, что я тоже вот, как Роза рассказывала, что у нее там случилась вот эта ситуация, что она не поняла, почему ее выгнали из квартиры. Вроде она все правильно делала, нормально себя вела. И тут бац, ее выгоняют. Не выгоняют, просто обвинили. Ну, да, обвинили. У меня так же самое было, когда я вот тогда пошла на служение, вроде как бы мне нужно было, чтобы за меня помолились, за мной пообщались. И я предупредила братьев, говорю, перезвоните там, ну, скажите, что мы опаздываем. И тут все братья прошли, поговорили с пастырем Маргариты, а получилось, на мне это приткнулось, что я не успела. И получается, мы возвращаемся, значит, одни братья пошли вперед, а мы, получается, с этим Листьевым, этот Листьев, вы знаете? Да, хорошо знаю. Вот это Листьев. Вот это Листьев в меня влюбился. Ну, хороший мальчик. Хороший, ничего, никто против него не имеет. Вот, и мы опоздали, получается. Я, кстати, очень много с ним общался, и я ему и говорил, что... Женя его зовут, да, по-моему? Я не помню, я тоже. Женя, по-моему. Я говорю, да ты еще свою судьбу найдешь, ты еще... Да, по-моему, я... Да найдет, найдет. Она найдет, с тобой найдет. И потом, значит... А что бы тебе не понравилось? Хороший, мальчик. Ну, она не судьба еще. Мне еще, ну, как бы... Ну, что она не готова. Я пять лет в организации находилась в Преображении, и почему-то мне ни разу не повезло с мужем. Мне ни разу не вышло за ночь. Хороший, мальчик, не стремлено, да? Ну, пока нет. Пять лет в организации. Хотя много кто нравился. А Бог от меня все это убирал. Это не твое, это не тебе, это не угодно. Ну, в принципе, принцип такой. Ты согласна, Он согласен. Все, руководители вас благословили, расписали. Но при этом нужно у Бога спрашивать еще, твой это человек или не твой. Потому что Бог каждому человеку создал за Богом. Ну, если до Бога, я вообще далеко, по-моему, до Бога есть его. Он еще такой... Ну, конечно. Он еще... То есть, ты понимаете, у Бога нужно еще спрашивать, есть ли на это твоя воля, тот ли это муж. Это очень нужно, это тонко очень. И с этим надо серьезно. Готовьте уже. Чтобы ты не вышла замуж за горку чужого человека, не своего. Ну, я еще посижу пять минут. Это очень тонкая вещь, и нельзя без Бога выбирать себе человека. Потому что ты можешь просто не до того выйти, а потом всю жизнь не страдать. Учиться страдать. Да, то есть, у Бога нужно спрашивать, или он тебя проклянет, или ты его проклянешь. По-любому. То есть, у Бога нужно спрашивать, тот ли это человек, смогу ли я с ним прожить всю жизнь. А мне? Кого ты приготовил мне, или не тот? А Максим холстой? Да. А он нравится, Максим? Ну, конечно. Вот. А? Ну, да, он мне с самого начала понравился. Вот Максим такой, самостоятельный. Вот этот, который в Одессе? Да, руководитель Одесского центра. И я сразу подумала, что, ну, как бы, я такая спокойная как раз, а он такой, там, прехой. Да, он, да, Бог. Ну, как раз это подходит мне, ну, я так думала. Ну, не знаю, там, может, Бог усмотрит, привет. Передай его. Он, может, не знает, видишь? Может, ты моя судьба. Может, ты моя судьба. Не знаю. Потому что, как походят, что он переезжает Николая. Бог все усмотрит, я думаю, не будем об этом пока говорить. Мы все усмотрим. Как? Ну, там же руководитель, как вы снимете с руководителей? Будет руководитель второй центр открывать. А, ну, время покажет. Это же надо тоже. Нас определяют, если мы что-то чувствуем друг другу, то нас определяют по разным центрам. Правильно? Расскажи вот. Он меня тоже, я влюбилась в одного 29-летнего мальчика. И я грелась полгода больше, 9-7 месяцев. Думала за него, гнала. Думала, все, это мое, это мое. Я молилась, прямо Бога просила. Да не, не надо, это неинтересно. Да, ну, да. И все, и... И Бог убрал это все, разрушил. Он знал, что... То есть, Бог это все знал? Он знал конкретно, что он мне нравится. Что я в него как бы влюблена там или что там. Ну, конкретно не влюблена, но что он мне нравится. Он об этом все знал прекрасно. И я просто собралась и ушла от него из своего центра. Вот и все. Значит, Бог так сделал. Он сводит, если что, он сводит людей все время. А если это не то, то... Он все разрушает. Да. А он у него говорит, это не твое, тебе не надо зачем-то. Ты служи мне, Бог говорит. Вот я, знаете, раньше это тоже свидетельство. Раньше вот я знакомилась с парнем, и сразу все, это мой парень, все, он будет со мной. А когда я уже тут пришла к Богу, я начала молиться, говорю, Господь, тот ли это человек, или нет. И Бог мне начал, я говорю, если это тот человек, то помоги нам все больше и больше с ним общаться. Если не тот, то просто он уйдет из моей жизни. И так и происходило. Два раза у меня было, когда я в центре была, два раза было таких ситуаций. Когда мне нравился человек, я спрашивала, Бог, это тот человек? Если тот, то помоги мне с ним больше общаться. А если не тот, то убери его с моей жизни. И так получилось, что он уезжал куда-то в другой рек-центр. Или просто я переставала с ним общаться. Просто так вот. Ну, вот бац, и все, перестаю с ним общаться. Потому что Бог убирает, если это не твое, он убирает. То есть его нужно спрашивать. Какие твои годы? Ты еще с ним уйдешь. Просто сейчас еще не время. Мне главное сейчас служить, а потом Бог прежде ищите, прежде Царство Божие, а остальное приложите вам. То есть мне сейчас главное служить, а потом уже все остальное. То есть я сейчас не ищу. Да, а если мы там начинаем что-то своего уже искать. Как все рушится, ничего не получается. Все рушится. Как-то двигаться. Двери надо открывать. Включай. Как он выключается?